В данном уроке я коротко расскажу вам об основных настройках Blender, которые следует изменить в первую очередь, перед тем как начать работу в нем. А с полным списком доступных настроек вы сможете ознакомиться у меня на сайте в соответствующей статье. Итак, получить доступ к настройкам Blender можно с помощью меню File User Preferences, либо же изменить любой из ваших окон. Нажимаем на иконку и выбираем пункт User Preferences. И у нас открывается окно с настройками Blender. Здесь 7 вкладочек, название говорит о том, какие настройки находятся в каждой вкладке. И начнем с интерфейса. Итак, первое, что рекомендую, это убрать пункт с Python Tool Tips. Сейчас, как вы видите, на какую бы настройку я ни навел, появляется всплывающая подсказка, где белым цветом написано описание на английском, а затем на языке Python непонятные слова. Если вы не являетесь разработчиком Blender, либо не пишете дополнения какие-то, то, скорее всего, данный пункт вам можно убрать. И теперь, наведя на какой-либо из параметров, вы видите лишь описание на английском того, что делает данный параметр. Следующий пункт Display Mini Axis. Давайте я открою здесь окно 3D-вида. Вот наши оси. Если убираю данный пункт, они пропадают. Включаю, они появляются. Здесь мы можем отрегулировать их размер и изменить прозрачность. Сделать их более яркими, либо, наоборот, приглушить. Это уже кому как больше нравится. Далее я рекомендую отключить пункт автоперспектива. Раньше он был по умолчанию выключен, но с выходом 2.7 Blender его почему-то оставили включенным. Что он делает? Сейчас я нахожусь в режиме перспективном. С помощью Numpad 5 перейду в ортографический вид. Вращаю мышку. Все отлично. Но если я, например, перейду на вид спереди, и теперь снова поверну камеру, то мы снова переключились в перспективное отображение. Если данный пункт убрать, теперь переходим опять в ортогональное, вид спереди. Мы остаемся в ортогональном. То есть Blender автоматически не переключается в перспективный вид. Это очень удобно, потому как если вам нужно работать в ортогональном режиме длительное время, вы будете часто изменять вид, то спереди, то справа, то сверху. И каждый раз после того, как вы повернете вашу камеру, у вас будет сбрасываться на перспективу. Это я считаю не нужно. Ну и также здесь, наконец-то, по умолчанию отметили пункт Prompt Quid. Это если вы нажмете крестик, чтобы закрыть Blender, он обязательно у вас спросит, сохранились вы или нет. То есть защита от случайного закрытия программы. А данный пункт Show Splash, его можно убрать. Он отвечает за то, что при старте Blender у вас появляется вот такое окно приветствия. Если вам каждый раз лень его закрывать, то можете убрать данный пункт, и больше вы его не увидите. Идем дальше. Вкладка Editing. Здесь, пожалуй, стоит отредактировать лишь данную опцию. Это история ваша. То есть вы можете, например, подвинуть куб вверх и затем в сторону. И если я нажму Ctrl-Z, то куб сначала возвращается в предыдущее положение, еще раз Ctrl-Z и возвращается в текущее. И вот здесь количество шагов, которые запоминает программа, указано 32. Я рекомендую увеличить данное значение хотя бы до сотни. Это не рекомендуется делать на слабых компьютерах, но если у вас хотя бы 2 или 4 гигабайта оперативной памяти, то смело можете увеличивать данный параметр до 100. Потому как при работе с Blender возвращать шаги назад вы будете неоднократно. Остальные все параметры здесь, пожалуй, можно оставить по умолчанию. Вкладка Input. Здесь вот этот пункт Continuous Grab рекомендую оставить включенным, если он у вас вдруг будет выключен. В чем он заключается? Сейчас я его уберу. И допустим, я хочу увеличить размер куба. Это делается с помощью клавиши S. И затем тянется мышка в сторону. И в зависимости от того, как далеко я ее оттягиваю, больше становится куб. И вот если я упрусь в край экрана, то больше увеличивать куб я не могу. Если отметить данный пункт, я снова нажимаю S, дохожу до края, и у меня мышка появляется с другой стороны окна. И так до бесконечности можно продолжать вращение. И точно так же в обратном направлении. То есть очень удобно, когда вы работаете в маленьком окошке, и часто у вас получается, что мышка выходит за его грани, с отмеченным данным пунктом, все станет значительно проще. Дальше. Выделение с помощью левой, либо правой кнопки мыши. По умолчанию в Blender выделение происходит с помощью правой клавиши мыши. Ну, если вам данный параметр неудобен, вы можете изменять на Left. И теперь левой клавишей мыши происходит выделение объекта, а правой кнопкой мыши вы изменяете положение 3D-курсора. И для владельцев ноутбуков, особенно нетбуков, обязательно необходимо отметить пункт Emulate Numpad. На полноценной клавиатуре компьютерной, если нажимать обычные стрелки, которые... стрелки, цифры, которые находятся над буквами, то вы будете переключаться между слоями. А нажимая 1, 2, 3 на Numpad, вы будете менять вид из камеры. Если на ноутбуке нету Numpad клавиатуры, то отметив данный пункт, теперь вы будете нажимать тройку на ваших цифрах, которые расположены над буквами, и у вас будет изменяться вид. Очень удобная настройка. На моем ноутбуке также нету Numpad клавиатуры. Данный пункт всегда на нем отмечен. Но остальные параметры, пожалуй, трогать не стоит. Вкладка с аддонами. Здесь вы можете найти все уже установленные в Blender аддоны. Их легко искать по категории, то есть аддоны, которые используются в окне 3D-вида, аддоны для анимации, добавления меша и так далее. С нодами связанные. Здесь вы отмечаете, какой аддон необходимо активировать, и сразу после того, как вы поставили галочку, он становится доступным в Blender. Также здесь есть кнопка Install from File. Вы можете скачать где-то файлик с аддоном с расширением Poo, и затем нажать Install from File, указать, где находится ваш аддон, и он у вас появится здесь в нужной категории. Вкладка с темой. Здесь вы можете изменить цвет и размер практически всего, что вы видите в Blender. Вот сейчас, допустим, переключусь на окно Properties, и мы видим, что надписи здесь черного цвета. Я здесь ищу окно Properties, вот оно, и видим текст черный цвет. Беру, изменяю его, ой, изменяю на белый, и видим, надписи стали белого цвета. Окно 3D-вида. Активный объект вот таким цветом. Беру, изменяю его на синий. Видим, наш куб теперь уже стал синим. Мне нравится синий, зеленый и так далее. Список здесь, как видите, огромный. То есть для каждого окна присутствует целая масса настроек. Ну, один раз настроив все, можно нажать клавишу Сохранить настройки. Либо же можно даже в интернете найти готовые темы, загрузить их в Blender, и здесь они станут доступны. По умолчанию здесь присутствует 5 тем, но все они, мягко говоря, не очень. Ну, возможно, кому-то понравятся. В общем, на вкладке темы мы можем изменять цвета, размеры, прозрачность практически всех элементов, кнопок, списков, всего, что доступно в Blender. Меню файл. Вкладка файл. Здесь вы можете указать пути по умолчанию для шрифтов, текстур, куда складывать готовые рендеры и так далее. То есть, если вы, например, загружаете в Blender текстуру, то вы можете указать здесь папку, например, с изображениями, и у вас по умолчанию будет открываться окно с папкой изображений, и вы сможете быстро выбрать нужную вам текстуру. И также здесь в меню Save and Load и After Save изменить параметры сохранения количества версий. Когда вы сохраняетесь, вы сохранили один файл Blender, а затем поработали, например, 5 минут, снова нажимаете Ctrl-S, и у вас сохраняется новая версия файла, но предыдущая не затирается, а остается рядом в той же папке с названием Blend1. И таким образом, увеличивая параметр количества версий, вы можете указать, сколько резервных копий сохранять в вашей папке. И параметр After Save Temporary Files. Здесь указано количество минут, через которое происходит автоматическое сохранение. То есть вы можете вручную не сохранять ничего, но каждые 2 минуты в папку, которая указана вот здесь, Temp, будет сохраняться ваш проект. И в случае, если вы нечаянно закроете Blender, либо там он вылетит, то вы можете загрузить последнюю сохраненную версию именно из данного пути. Ну и данный параметр можно оставить 2 минуты, можно увеличить, в принципе, до 5, потому как 2 минуты это сильно часто. Но тут уже на свое усмотрение. И последняя вкладка System. Здесь, пожалуй, можно отрегулировать значение DPI. Это размер всех элементов. То есть увеличивая данный размер, вы видите, кнопки становятся все больше. Если у вас супер качественный дисплей, например, Retina от Apple, либо там какой-то 30-дюймовый монитор с расширением 4K, то, наверное, 72 пикселя на дюйм вам покажется сильно мало. И в таком случае необходимо данный параметр увеличить. Я оставлю пока по умолчанию примерно. Также, если вы являетесь владельцем видеокарты NVIDIA, обязательно здесь в меню Computer Device отметьте пункт CUDA и выберите вашу видеокарту, либо если у вас их несколько, в качестве вычислительного устройства. Таким образом, рендеринг на видеокарте будет происходить раз в 10, наверное, быстрее, чем на вашем процессоре, какой бы там Core i7 у вас не стоял. Ну и, соответственно, вы выиграете массу времени. Ну и последнее покажу, потому что часто слышу данный вопрос, как русифицировать Blender. Русский язык в нем уже предустановлен. Если вам не нравится все, как здесь сейчас называется, вы ничего не понимаете, можете отметить пункт International Fonts, выбрать любой другой язык, вот здесь присутствует русский, и указать, где его применять. Интерфейс, подсказки, новые данные. И, как видите, все стало по-русски. Лично я не люблю русский язык. Если изменить здесь все на русский, то я даже не смогу, наверное, какие-то базовые вещи сделать. Ну, если вам вдруг нравится, то, пожалуйста, можете переключиться на русский язык и начинать изучать его по-русски. Я же уже себе не представляю работать, как можно работать в русском Blender. Поэтому я оставлю английский язык. Ну, вот мы и прошлись по всем таким основным настройкам. То есть, в принципе, изменить здесь ничего не надо. По умолчанию Blender довольно неплохо настроен. Единственный минус – это автоперспектива. Ее обязательно, наверное, убирайте. Остальное – все уже на ваше усмотрение. Ну, и еще раз повторюсь. Узнать, что означает каждая из настроек, можно на сайте. Там статья уже лежит практически год.